Теперь давайте сообразим, а что значит, что событие А не зависит от события Б. Вот как, естественно, можно было бы определить независимость события А от события Б. Вот нам дал Крупье дополнительную информацию, да? А она нам никакой радости не принесла и горести не принесла. Вот, например, смотрите, вот в том примере, который я рассматривал, мы бросили игральную кость, поставив на единицу, а Крупье нам сообщил, что кость выпала четным числом кверху. Эта информация, у нас появилась новая информация, правда ведь? Да. Горестная для нас, конечно. А вот интересно, а если мы ставили на двойку, а он нам по-прежнему сообщает, что четное число, у нас появилась новая информация или нет? Да. Появилась новая информация, да. Почему появилась новая информация? Что изначально вероятность того, что выпадет двойку, мы оценили как? Как от нашей стали, правильно? А теперь, когда мы знаем, что число точно четное, вероятность стала 1 третьей. То есть вероятность повысилась. Поэтому разумно говорить, что А не зависит от В, если условная вероятность равняется исходной, так сказать, безусловной вероятности события. Вот если никакой новой информации с точки зрения вероятности не появилась, то, конечно, разумно говорить о том, что А не зависит от В. Значит, А не зависит от В, если вероятность такая же точка, никакого нового знания о вероятности не появилась. Очень естественно. Понимаем. Но оно какое-то несимметричное, а В при этом зависит от А или не зависит. Если А не зависит от В, можно ли сказать, что В не зависит от А? Ну, давайте так скажем, что В не зависит от А. Естественно, в таком же случае, если вероятность условная В при условии А, это вероятность В. Если вероятность В при условии А, это в точности вероятность В. Так, замечательно. Но, вот если вернуться к определению условной вероятности, то мы видим следующее. Мы видим, что вероятность пересечения событий можно записать как произведение условной вероятности и вероятностью В. Правильно? Давайте напишем даже. Вероятность пересечения можно записать как вероятность условную на вероятность В. Но, разумеется, можно ее записать вот так, как вероятность В. При условии А на вероятность А. Это то же самое определим. Это понятно? В точности то же самое, да? Ну и смотрите, А не зависит от В. Если вот такая штуковина равняется вероятности А, В не зависит от А, если вот такая штуковина равняется вероятности В. Ну и когда же А и В просто независимы в симметричной форме? Когда это то и другое, правильно? А и то и другое. Ну, здесь стоит вероятность А, здесь стоит вероятность В. Но от перестановки места со множителей произведения не меняется. То есть мы будем говорить, что А и В просто независимы. А и В независимы. Если вероятность А пересеченного с В равняется произведению их вероятностей. Причем, хочу заметить, что в этом месте, вот этот изысканный случай, когда вероятность В равняется нулю, уже вполне себе учтен. Потому что вероятность В равняется нулю, в нашем случае означает, что В это просто пустое множество. Но если вы А пересекаетесь с пустым множеством, вы все равно получаете пустое множество, кем бы ни было и там. Поэтому здесь стоит вероятность пустого, здесь вероятность пустого. И мы просто получаем, что если В пустое множество, то любое событие А от него не зависит. Здесь стоит 0 и здесь стоит. Это понятно. Такое вот понимание условной вероятности. Ну и давайте еще. Давайте до кучи я еще сообщу пару определений. А вот есть у нас не два события, а N событий. Много событий. Естественно, вы все понимаете, что значит эти события попарно независимы. Попарно – это значит, что каждые два независимы. Но каждые два – это мы знаем об этом. Вероятность пересечения есть произведение вероятности. Но можно говорить о какой-то более сильной форме независимости. А именно можно говорить, что эти события иногда бывают независимы в совокупности. Не попарно, а в совокупности. Ну и еще говорят взаимно независимы. Независима в совокупности или взаимно независима. Это означает следующее. Это, давайте словами сначала скажу, означает, что какие бы несколько событий из этого множества, несколько – это 2, 3, 10, там сколько хотите, но не больше, чем вы. Какие бы несколько событий из этого множества вы не взяли, вероятность их одновременного выполнения одновременно равна произведению их неравидности. Ну то есть, как бы это хорошо сказать. Я, конечно, могу написать опять эти многоступенчатые индексы, но не уверен, что это прям всем будет понятно. Страшновато, да, когда и один, и как? Ну вот я так и повторю. Значит, смотрите, какие бы, если, какие бы несколько событий. Ну а как обозначить несколько событий? Ну вот понимаете, почему у меня возникли эти многоступенчатые индексы, да? У меня же не знаю, какие несколько. Может быть, первый из них будет, скажем, А2, второй А10, третий А173, да? Давайте я вот так обозначу, чтобы не было нескольких индексов, вот так. В1, так далее, ВК. Ну то есть, В1 это какая-то из буквок А, но просто я не знаю, с каким индексом, А45, например. В1 это А45, В2 это А45, ВК это А173. Так понятно? Вот какие бы несколько данных значений К событий В1, ВК, мы не взяли. Вероятность их одновременного выполнения, то есть пересечения, 1, 2, 2, К равняется произведению вероятностей этих событий. Такое вот естественное обобщение попарной независимости. То есть попарная независимость является частным случаем при К, каком? Двойке, да, равном просто двойке. То есть какие бы два события из этого множества мы не взяли, вероятность их одновременного выполнения, это произведение вероятностей. Но здесь я говорю больше. Какое бы К и какие бы К событий мы не взяли, выполнено вот это. И для двух должно быть, и для трех, там они и попарные, и по тройные независимые, и по четверно, как хотите. Вот тут любая независимость присутствует.